Заявки собирают в то время, как ремонт дворов по программе формирования комфортной городской среды не закончен еще в этом году. Из 52 территорий больше 30 еще находятся в стадии ремонта. С какими сложностями столкнулись власти на этот раз и почему сроки опять затягиваются, знает Дмитрий Житарчук. Дима, с чего все начиналось? Начиналось все в этом году достаточно неплохо. Те, кто следит за реализацией программы формирования комфортной городской среды, говорили, что конкурсные процедуры были проведены гораздо раньше, чем в прошлые годы и времени на то, чтобы сдать все объекты в срок у подрядчиков хватало, но получилось как всегда. Взять пример, в прошлый год еще на этапе благоустройства люди жаловались, что некоторые подрядчики выполняют работы некачественно, как будто в попыхах, чтобы уложиться в срок. В итоге недостатки в этом году всплыли примерно в 30 дворах, отмечают чиновники. Где-то треснул асфальт, где-то выпали бортовые камни. И, кстати, асфальт нередко подрядчики укладывали в дождь. Отстаивали свое право на качественный двор. Люди в некоторых дворах как могли. У нас женщины из первого подъезда даже пляски устроили, чтобы они не асфальтировали. Но они все равно, короче, сделали свое дело. Теперь подрядчики устраняют эти дефекты. Напомню всего, по данным мэрии, в 2017 ремонт производился на 65 придомовых территориях. То есть недостатки обнаружили примерно в половине случаев. Были мелкие замечания. Серьезных замечаний не было ни на одном. С подрядчиками ведется работа. На большинстве дворов, на которых были выявлены дефекты, они устранены. А когда должны все устранить? Укажу свои сроки. Ну, в этом году? Да, конечно. Дима, учли ли ошибки прошлого года? Ну, в этом году опять дежавю. Контракты были, время было. Больше 30 дворов еще в ремонте. Это 60% от всех дворов, которые попали в список по благоустройству. Причем в ряде случаев не выполнены работы по асфальтированию. А зима близко. При этом снег и дождь вроде как класть асфальт нельзя. Поэтому активисты и общественники, которые следят за ходом работ, опять предрекают большое количество брака в работах по благоустройству. Я думаю, что связано с организацией работы уже непосредственно подрядных организаций. Плюс ко всему, может быть, с отставанием от календарных сроков администрация, может быть, несколько мягко начала работать с подрядными организациями или, может быть, несколько поздно. То есть здесь вопрос, наверное, заказчика отследить выполнение контрактных обязательств подрядной организации. Кстати, речь не только о Кирове. Дружно в этом смысле отстают и многие муниципалитеты Кировской области. Поэтому, Катя, активисты просят жителей помочь властям. Если нужен ремонт двора, подавать заявки нужно уже сейчас, потому что заявку нужно еще обработать, составить техническое задание, чтобы как можно раньше выставить их на конкурс в следующем году. А вдруг не успеют. Спасибо, Дима. Будем следить за ситуацией.